Это видео для начинающих самогонщиков. И поговорим мы сегодня об очень простом и очень распространенном аксессуаре для самогоноварения, которое называется... Игольчатый кран с быстросъемным соединением. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. Я являюсь автором вот этой книги, ссылочку на которую я расположу в описании к данному видео. И она для начинающих самогонщиков может ответить на массу вопросов. И также поможет вам сделать не только самогон, но и настойки, наливки, ротафи и так далее. Но сегодня у нас тема другая, которая не вошла в эту книгу. И поводом послужило, значит, несколько писем, которые пришли ко мне. В частности, следующее. Вот Александр Русиан написал. Может, кому-то пригодится информация. Игольчатые экраны, представленные на видео, имеют направление. Показано на корпусе стрелочкой. При неправильном подключении экран протекает, то есть не полностью блокирует напор. Также пишет Эльмира Дмитриевна. Самогон Саныч, да-да, это надо сделать в видеоакцент. На это надо сделать в видеоакцент. Муж тоже помучился с этими экранами игольчатыми. А лучше уделить этому коротенькое видео спасибо. Кроме того, мне поступали также письма, где люди пишут, что вот им прислали игольчатый экран, а он не работает или с браком. Досмотрите это короткое видео до конца. Там я дам еще несколько советов, которые не относятся к теме данного видео. Итак, игольчатый экран. Вот такой вот игольчатый экран, конечно, это китайское производство, ничего тут, нечего тут скрывать. Но вот такой игольчатый экран, он стал настолько популярен, что ставится практически на всех самогонных аппаратах, почти на всех колонных. Он помогает подключить воду к дефлегматеру, к холодильнику и так далее. Кроме того, как видите, вот синенькие, это быстросъемные соединения. Они действуют вот таким образом, когда шланг вставляется сюда, вы чуток нажимаете и все. Шланг фиксируется, никакой течек, все здорово, все прекрасно. Но этот простой прибор вызывает у начинающих самогонщиков некоторые вопросы. Особенно, когда человек только первый раз подключается к процессу самогоноварения и получил свой первый самогонный аппарат. Поэтому я расскажу две фишки, которые нужно знать начинающему самогонщику, да и любому самогонщику. То есть, если у вас кран течет или не работает, прежде чем говорить, что это брак, елки зеленые, и сразу давать рекламацию на завод-изготовитель, проверьте два момента. Первое. Как уже говорил зритель Александр Русян, кран имеет направление. Оно незаметно. Кран черный и очень-очень тонко. Вот здесь вот, с одной стороны, здесь нарисована стрелочка. Причем стрелочка, прямо скажем, нарисована не по-европейски. То есть, это не такая вот, ну, конкретная стрелка, указывающая какое-то направление. Там квадратик, с одной стороны какие-то волнистые линии, а с другой стороны этого квадратика шарик, который как бы вот в таком треугольничке. То есть, вот так вот все это выглядит. Вот. И это надо внимательно посмотреть. Одеть очки, если надо, лупу. И рассмотреть. Потому что, действительно, если кран вы подключили неправильно, у него идет только одно направление. Допустим, вход воды сюда, выход сюда. И вы, если не заметили эту стрелочку, где вход, где выход, перевернув кран или еще что-то сделав, вы можете все это дело перепутать на 180 градусов. И, соответственно, кран потечет, поскольку направление выбрано неправильно. Значит, я уже вот показывал крупным планом кран. Кстати, на значке видео я постарался сделать еще раз крупным планом фотографию этого крана, где кончик ножа указывает на вот этот значок с этой стрелочкой. Вам остается просто уже внимательно рассмотреть его на своем кране. Итак, фишка первая. Кран имеет направление. Направление указывает знак на самом кране, который надо просто внимательно рассмотреть. Теперь фишка вторая. Как говорилось, что кран с быстросъемными соединениями, которые я уже демонстрировал. И здесь фишка уже касается шланга, который вы сюда заправляете. Значит, шланги, подходящие к этому крану, того размера, того материала, который необходим, они, как правило, входят в комплект того или иного самогонного аппарата, который вы покупаете. Вам остается их только обрезать. Так вот, что я хочу сказать. Этот кран также очень чувствителен, если вы конец шланга обрезали чуть-чуть неровно. Что имеется в виду? Ну, например, вы можете взять ножницы и вот так вот начать кромсать кран. В итоге останутся заусенцы. Вы можете еще немножко косо обрезать этот шланг. И вода тоже потечет. Ни заусенцев, ни косого обрезания не должно быть. Значит, должно быть сделано разрез шланга, делается четко, перпендикулярно и желательно одним острым ножом и одним движением. Посмотрим, как это сделать. Вот, берем доску, берем шланг, вот, допустим, земли, нам надо его обрезать. Вот острый нож, одно движение и у вас идеально ровный срез без всяких заусенцев и четко под 90 градусов. Соответственно, теперь мы можем взять этот кран, вставляем сюда шланг. Вот, он идеально фиксируется и ничего у вас не потечет, уважаемые зрители. Это была вторая фишка при начале работе с этим краном. Я думаю, начинающим самогонщикам это было полезно. Ну, а теперь я скажу тот небольшой момент, о котором я упомянул в начале видео. Вот это короткое видео я снимаю в начале июня месяца. И, уважаемые зрители, сейчас начинается сезон клубники, сезон черешни. Поэтому в описании к этому видео, сразу же после ссылочек на свою книгу, я расположу ссылочки на рецепты клубничного ликера Ксуксу, клубничного ликера, итальянского клубничного ликера Ди Фрагале и на наливку из черешни. Это очень хорошие, достойные напитки, они украсят ваш стол однозначно. Не пропустите сезон, а как приготовить, вы узнаете, пройдя по этим ссылкам. На сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей!